Привет! Это я, Зеленый Человек! Книжки-то купили снаряку, но пока испытываю я, ребята. А сегодня мы испытываем интересную штуку. Вот такую ватрушку, ребята. Да, с нами ее создатель. Это у нас система HUKA Triton. Разработка такая, очень интересная. Нам сейчас много про нее рассказывали. И вот, первое, все мне нравится. Сейчас будем пробовать, я буду погружаться и будем испытывать. Так, можно пока ее подготавливать, наверное, а я снаряжусь грузами и прочими вещами. Загубники бывают анатомические, индивидуальные, да. У меня вроде с этим нагубы. Если есть кипяток, ее надо занести, она лишний прикус челюсти. Можно достать, ага. А, я вот на груз. Ага. Вот на эту, да? Да. Да, да, да. Ну я так отмерил, чтобы... Да, с той стороны. Ну я с этой стороны, да. А поворот в бок получится? Хватит шланга? Если в бок. Голову повернуть. Не задевает? Угу. Нормально, да? Кислорода-то нету. Так, ну что? Пойдем потихоньку. Ухожу я от вас. Злые вы все. Ребят, я говорил, что у нас будет коп нового уровня. Он будет. О, блин, здесь глинозем этот коп. О, здесь глинозем. О, я на ватрушке сейчас выйду. Главное первый раз. О! Это нормально. Да, ило тут вообще. Капец просто. Да, прозрак 0. Ну, прозрака нет, да. На ощупь. Так погрузиться. Ты прям как Дарт Вейдер. Все, ребята, система работает. Я сейчас пойду на дно. О, это у нас антизапотеватель фирменный. Только я произвожу, у меня патент. Кстати, самый лучший антизапотеватель. Все, исчез. Пропал. Ну, не знаю, где засовать. Здесь метра три. Да. Я пытался буйок попить, он не топится. Это моего веса, сколько, 85 килограмм. И вот сопротивление этого фактически на два дуя. У меня складывается такое впечатление, что ему там понравилось. С первой находкой вас! У бобра поди отнял. Что скажешь, Василий? Не доогрузился я. Выталкивает, да? Да, подымает. Рыбу. Произошла небольшая дозагрузка. В этот раз с балластом все в порядке. Прямо чувствую, что такие радостные пузыри поднимаются. Пузыри счастья. Да, пузыри счастья. Как вспомнишь, акваланг. Тащить его, заправлять его надо. Сколько все, и это надо, и это надо. И все это вот на каких-то там 40 минут на час. И желание пропадает, главное. Очень много геморрога. А в пути где заправишь? Или компрессор здоровый тащить надо? Постоянно его забивать, забивать, однако же замерз. Здесь вот как пять аквалангов. Пять часов. Золото где. Ребята, какой же это кайф, а? Это просто вот свобода. Правда, я там нифига не вижу, прозрака ноль. Но я вон мидию мишки нарвал. Ура, я сегодня поем. Поешь, да. Кушай. Ам-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям. Во! Так, а ты давно аккумулятор зарядил? Я же? Да. И не получится зарядил. То есть, у нас часа три точно мы не увидим его? Ну да, на четыре часа пая. Четыре с половиной. Я их так, 90 процентов. Понятно. Есть время попить чай. Я так понимаю, Василич Бесподкова оттуда не вернется. Еще добыча. О, да у нас сегодня прямо улов, прямо улов. Гляньте, какая шикарная, вкусная. Блин, я вам скажу, я так кайф просто. И не думаешь, сколько у тебя там воздуха в балоре осталось. И легко, действительно легко. Хочешь на спину лег. Хочешь на животе полежал. Просто вот на удовольствие. А если еще металлоискатель в руки дать. И прозрак сделать. Ребята, это просто боба. Вы, кстати, его слышите? Я еле-еле. Мне порой кажется, что он вообще не работает. Это, конечно, вот хук от тритона. Просто тема. Слушай, он как кот мурчит. Вообще еле-еле. В воде тоже не бьет по ушам ничего. То есть спокойно. Пузыри слышу, а хука еле-еле вот слышу. Буду, ребят, выходить. Этого достаточно. Потому что ничего не видно. Я бы так залез и на подольше. Но, увы, ничего не видно. Нет прозрака. Если ее придавить, повисеть на ней выдерживает. А, сейчас попробую. Ее же можно ей тапить вообще, если получится. Она меня держит, но... Кстати, вот сюда магнит надо куда-нибудь. Чупок. Вот к жилету магниты. А сюда металл. Есть за счет вот такие. Да, магнитные. Или два магнитика. Чупок. Она вот здесь вот не терялась. Чупок отнял. В рот засунул. На шланг можно сделать. Будет тема. Ребят, во. Мне очень понравилось. Я еще раз пойду. Нет, правда кайф. Просто кайф. Оп. Стоп. Окей. Все закручиваем. Во-вот, где-то да Ложу на глубину в рост, чуть больше, и ложусь на дно прям вверх, смотрю, там светло чуть-чуть, прикольно, ил на очки падает, такой спокойненько лежишь, как будешь горю от тема, я просто эмоции, прям вот, ходит о новый мир. Тритон рулит. Летом находки будут. Да не, не летом, они уже сейчас начнутся у нас находки. Сезона открыт. Подтянем за шланг ее, да? Так, где у нас ручка? С другой стороны. Полностью все герметично. Кайф! Блин! Это, конечно, это, конечно, что-то. Вот тут уровень был, вообще не уровень, а вот это вло уровень. Ребятки, ну, все, я выбрался, сейчас вот смотрю, как это все собирается, опа, видите, давление держит, уже выключено давно. Минут 10 болтали, стояли. Трубка вот у Константина разработана тоже такая, в которую не заливает воду даже водой, когда накрывает полностью водушку. Это коврик для того, чтобы на солнце, в Крыму там или где-то будете копать, или погружаться вообще, чтобы не разогревать чемодан, лишняя температура не подходила. Вот так вот выглядит сам ящик. Блин, я кайф ланул просто. О, кстати, только посмотрим. 83% 20 Ач. Не, не полностью. Можно разряженный привез. На хранение. Сейчас поставим на зарядку. Он может работать в любом. Можно включить его в положение. Работает в любом положении. И он сам плавает без ватрушки еще в бокс, правильно же, да? Да, он герметичный полностью. Он герметичный и имеет положительную плавучесть. Ребята, там мутняк. Вот, прозрак вот такой, вот так в руку верю. Если бы там был прозрак хотя бы метра два, я бы оттуда часа два не вылез, нафиг. Я бы руками что-нибудь нашел там. Не то, что с металликом. Это, конечно, Вова просто, я не знаю, как это описывать и окакивать. Но это очень круто. Мы теперь, блин, будем драться за него. Жребий будем с Мишкой кидать, кто под воду. Орел и Решка у нас будут. А кто жрать готовит? Знаю я, кто жрать не готовит. Мишкину еду нельзя есть. Да ладно, ты не пробовал ни разу. Вот поэтому и нельзя. Ты попробуй. Хорошо, что понравилось. Не, не. Ну, делаю для себя. Да, мне самому нравится. То есть, что у меня умеет творить самому. Молодец. Нет, деньги они не, 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 как бы, не для продажи побольше. Былитону систему. Ну, ссылочка на канал Константина будет у нас в описании под этим роликом. И я думаю, мы чуть попозже выйдем куда-то на прозрак. Я и под водой поснимаю все это, как вот выглядит. Потому что, ну, сейчас вы увидели, что там пузыри на воде идут. И я свои вот ощущения рассказываю. Ну, у меня, конечно, я сколько не погружался уже несколько лет. И тут сразу же залез. Под воду ушел. И первые два-три пазы вот такие, что надо срочно вынырнуть. Там начинается паника, адреналиновые удары такие. И что надо дышать. Потом раз ты начинаешь дышать спокойно. Причем я дайвингом занимался. Ну, буквально два погружения у меня было. Вот. И все. Потом я спокойно лег. Вот догрузился. Спокойно лег на дно. Смотрю вверх так. Пузыри уходят. И потихонечку этот мусор, который я со дна поднял, мне на очки падает, на маску. Это, конечно, вот ощущение такое, что тебе не надо шевелиться, тебе не надо всплывать. Ничего не надо делать. Лежишь просто и все. Потом начал вот мидии мешки искать. Надо его деликатесами покормить же. Ничего. Мишки мы всю снарягу, ребят, купили тоже. И следующий бон уже будет заныривать. Ура! Будет версия еще другая. Да, вот Константин говорит, он будет разрабатывать новую версию еще. Но это после нас. Она у нас появится, мы вам расскажем, что там будет. Да, уже танк. Но это для... Это больше для перелета, вот для заграниц. Для, чтобы... Сколько вес килограмм у него получается? 9 килограмм. 9 килограмм вес. Вся система вот умещается в рюкзаке. Со шлангом. Все, пожалуйста, летите хоть на Мальдивы, хоть куда. И не надо вам там дайвинг-оборудование и прочее. Заряжать баллоны. Розетка. И 5 часов вы под водой. На 5 часов где-то хватает, да? Да, 5 часов. Шикарно. Клемы не торчат никакие. Шикарно, ребят, мне очень понравилось. Вот такая вот процедура сборки. А у нас, в принципе, это ватрушку на крышу кинул и поехал до следующей деревни, прям не переодеваясь. Если здесь ничего не нашли, поехали. В следующей деревне подъехали, в воду прыгнули. И опять ищем, 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 ищем. Ничего не нашли, опять вниз по реке пошли. И вот таким образом мы найдем склад. Здорово.